Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Вчера Хасмужмар Такаев, как я его называю, регулярной мебелью, вдруг разразился спичем, который был опубликован в Tengri News. Этот спич, конечно же, отражает нервное настроение политической верхушки во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Такаев заявил, что, оказывается, революции неизбежно приводят к территориальным потерям. И таким образом он как бы пытается повлиять на создание наших граждан, сказать, что нет, нам революции не нужны. И в качестве примера он даже вспомнил Брестский мир в 2018 году, который заключило правительство Ленина. с немцами, которые оккупировали часть той самой царской России. И, ну, наверное, конечно, на самом деле, если говорить о современных реалиях, то Такаев напоминает и намекает на Украину. Якобы после революции Украина потеряла Крым и часть Востока. Ну, давайте мы, на самом деле, разберемся, действительно ли в следствии революции происходит потеря территории, что нам поэтому революции не нужны, и какие гарантии нужны, чтобы страна была в целостности и сохранности. Ну, в частности, Такаев заявляет, что, оказывается, нужно укреплять вооруженные силы и объявил о повышении заработной платы военным. Якобы, что именно в этом случае, если мы укрепим наши вооруженные силы, то можно говорить о том, что будет гарантия территориальной целостности Казахстана. Ну, давайте посмотрим на окружение, которое есть вокруг Казахстана, и о потенциальных угрозах. У нас две страны рядом с нами, наши соседи, это Китай и Россия. Если говорить об угрозах, то потенциальные угрозы могут исходить только от двух стран, от Китая и от России. Но давайте мы разберем сначала, а вообще Китай последние десятилетия кого-либо завоевывал или нет. Ну, я, например, не припомню. Я не припомню, чтобы Китай участвовал в каких-то войнах таких, которые участвовали в России. Россия, да, она, безусловно, отхватила Крым Украины, Украины, вела реально войска под видом того, что это местное население само вооружается на восток Украины. Россия вела вооруженные силы, часть военных подразделений в Сирию. И вы знаете, что именно российские самолеты бомбили мирным граждан, заваливали кассетными бомбами, бомбили больницей, как Путин цинично сказал, что они там тренируются. Тренируются на том, что убивают людей. Но и таких примеров много, когда Россия воевала с Грузией, и часть территории отвоевала в Южной Осетии. Также Россия раздавала паспорта Абхазам, таким образом тоже разрушив территориальную целостность Грузии. Также та же самая Россия оторвала часть территории от Молдавии, создав так называемую Приднестровскую республику. И таких примеров можно приводить много. Ну и давайте поймем, а что за страна Россия? Ну разве мы можем говорить, что это демократическая страна? Нет, это авторитарная страна, такая же, как Казахстан. Путин такой же руководитель, так называемый человек, захвативший власть, уже более 20 лет контролирует власть в России, собирается править вечно, собственно, как и Назарбаев. Ну и давайте мы просто поймем, а вообще, почему революции происходят? Любая революция, которая происходит, это в первую очередь связано с тем, что население недовольно теми людьми, которые руководят страной. И все революции происходят именно в диктаторских, в авторитарных странах, режимах, если говорить коротко. Вы слышали, чтобы революция произошла именно в демократической стране? Ну возьмем последние, например, как минимум несколько десятков лет или 50 лет. Европа, она практически вся демократическая, развивается по демократическому пути. И смена режима происходит в результате выборов, как правило. И разве вы слышали, что революция в Америке привела к смене власти, чтобы Америка потеряла территорий? Или вы слышали, чтобы какая-то демократическая страна в Европе столкнулась с революционным настроением, была революцией и потеряли территории? Нет таких государств в Европе. Если какие-то события происходят, войны, именно там происходят в первую очередь в диктаторских режимах. Ну взять, чтобы далеко не ходить, сам Казахстан. Казахстан в 99-м году передал территорию Китаю добровольно, без какой-либо войны, без того, чтобы Назарбаев, бывший на тот момент президентом страны, советовался с народом и убедил в необходимости передачи территории, которая по размерам такая же, как весь Северный Казахстан, Северно-Казахстанская область. Представляете, какая гигантская территория была отдана безвозмездно, тихо Китаю? Разве в Казахстане была революция? Разве в Казахстане революция, когда Байконур эксплуатирует именно Россия? Значительная часть территории находится не под контролем Казахстана. Вы все это прекрасно знаете. Получается, что, сказал Токаев, очередную глупость, что якобы именно революция приводит к тому, что разрушается территориальная целостность. Я на этом примере, на примере Казахстана показываю, что территориальная целостность, потеря территории происходит именно в авторитарных режимах, когда свою землю, территорию народ не защищает, потому что у них нет прав, они не могут защитить свои собственные права, получая мизерную зарплату, будучи бесправными рабами, когда полицейский режим может любого просто прийти и посадить в тюрьму, а прокуратура, судебная система просто поддержит эти обвинения, сфабрикованные полицейскими. Мы таких примеров знаем много, когда этот режим убивает людей, а потом, ну, как, например, в случае с Замамбеком Нуркоделовым, следственные органы говорят, что он сам в себя стрелял три раза, два раза в голову и потом контрольный выстрел в себя же третий, а потом лег, укрылся просто в ней. Это мы такие уже аргументы следствия слышали не единожды. И очень много известных людей пропали или были убиты, и никакие следственные действия не делались. То есть, когда люди видят, что они не могут защитить свои собственные права в этом бандитском государстве, то у граждан страны нет никакого мотива защищать свою страну. Вы должны знать, что во Второй мировой войне именно Сталин организовал так называемые заградительные отряды из НКВДшников, которые ставили пулеметы за спинами советских бойцов. Их принуждали идти в атаку на вражеские пулеметы и орудия, практически не имея ничего в руках, беззащитных. И если бы они не шли в атаку, то, соответственно, их встречал пулеметным огнем заградительный отряд. То есть, наши советские граждане боялись и не защищали свою страну. Миллионами попадали пленные в окружение и сдавались. И такого истории не знают, чтобы по несколько миллионов попадали в котел, не сопротивлялись и сдавались миллионами в плен. Это связано только с тем, что эти люди просто не видели смысла защищать свою родину. Собственно, именно в период правления Назарбаева Казахстан потерял гигантские территории и не было никаких революций. Ну, вот Акаев говорит, что оказывается, именно вследствие революции теряются территории. Нет, все эти проблемы происходят от авторитарных режимов. Именно они организовывают войны, и именно там формируется гигантское недовольство действующим режимом. Они не прислушиваются к народу, они глухие. И в конечном счете, различные протесты в уголках страны приводят к хаосу, к войнам. И, безусловно, конечно же, где-то и происходят потери территории. При этом обычно этим пользуются. Именно авторитарные страны, устраивая войны, агрессивно захватывая территории. Ну, вот пример России, как я еще раз хочу сказать. Именно эта страна создала разные проблемы в Украине. Войны, диверсии, захват территории. Это не Украина демократически создавала. И, как вы понимаете, когда существуют такие диктаторские страны, вооруженные силы слабые. Украины были слабые вооруженные силы. Огромные миллиардные средства похищала политическая верхушка, в частности, Янукович. Миллиарды долларов утекали в его карманы. Не строились новые производства. Деньги не инвестировались в вооруженные силы. Ну, давайте вспомним и тот случай с Таджикистаном. Недавно пришло сообщение, что за долги Иммавалий Рахмонов отдал около 2000 квадратных километров. Отдал Китаю за долги. А вы слышали, чтобы демократические страны за долги отдавали свои территории? Нет. Мы говорим о каких-то революциях, в частности, мы возьмем Ливию. 40 лет Каддафи был у власти. 40 лет. Ни один человек не может находиться более двух сроков, именно 8 лет, если он исполняет законы, конституцию и так далее. Человек просто узурпировал власть, и вследствие этого возникли войны, хаосы и так далее. И возьмем мы и другие примеры. Мы можем говорить, что об агрессивных странах, в частности, Ираке был Саддам Хусейн. Именно Саддам Хусейн бряцал оружием, убивал людей, пытал, превратил в страну в конституционный лагерь, а затем организовал военные вторжения на территорию соседнего Кувейта, захватил страну, и, конечно же, пришли на помощь Кувейту. В первую очередь, демократические страны во главе с Америкой, вооруженные силы диктаторского режима были разгромлены, а в конечном счете, несколько позже, привело к тому, что Саддам Хусейн был просто повешен за все свои преступления против народа. Поэтому, когда говорят, что революция якобы приводит к хаосу, хаос создают диктаторские режимы. Это и в Африке, это в самой же России, которая организовывает различные войны, мелкие, с небольшими государствами, как Грузия. И, если говорить о той же самой Грузии, когда там реально начали проводиться демократические реформы, страна стала значительно сильней, бюджет страны вырос почти в 10 раз, люди стали жить лучше. И все войны, которые там организовывали, это организовывали, это организовывали именно представители силовых структур России, во-первых. Во-вторых, все это происходило при Шеварнадзе, который тоже построил диктаторскую страну. Поэтому все должны знать, хаос и войны происходят в диктаторских странах. Так происходило и происходит в Сирии, когда нынешний руководитель Асад, Башар Асад, он уже длительное время воюет против собственной страны и миллионы человек являются беженцами, беженцами в Турцию, в Европу и так далее. Только авторитарные диктаторские страны устраивают войны в своих странах, потому что недовольный народ требует справедливости, а политическая верхушка, диктаторская, начинает организовывать репрессии против своего народа. Поэтому это просто прикрытие слова о том, что революции приводят потери территорий. Нет, именно диктаторские страны, там, где верхушка политическая грабит народные богатства, не слышит свой народ, именно там наступают революции, хаос и так далее. Именно поэтому нам нужно как можно быстрее перейти от диктаторской системы управления к парламентской. Нам нужно ликвидировать должность президента, чтобы именно парламент руководил страной, назначал правительство и нам не нужны никакие диктаторы. Именно тогда будет справедливость, именно тогда мы будем быстро развиваться, собственно, как это происходит с европейскими странами. И в этой связи, уважаемые друзья, я сейчас каждый день выступаю, говорю, что 10 января, тот самый день икс, когда мы можем объединиться, когда мы можем свои усилия собрать в единый кулак и добиться смены режима. Как? Как это сделать? Наша задача массово, миллионами вступать в партию ОСДП, которая является партией власти, но у нее есть свой плюс, что она позиционируется якобы как оппозиционные партии, и мы должны этим воспользоваться, мы должны туда вступить, отобрать голоса у Нуратана, и ясно, что Нуратан будет заниматься массовой фальсификацией по всей стране, учителя будут подделывать протоколы, мы обязательно зафиксируем это, и миллионы возмущенных людей, безусловно, часть из них выйдет на массовые митинги, мы сменим режим, сменим мирно. И завтра тот же самый Такаев уже не сможет произнести, сказать, что якобы из-за революции в нашей стране проблемы. Нет, у нас проблемы из-за этой лживой политической системы, которая приводит к тому, что верхушка ворует, а основная часть населения бедствует, и у нас есть шанс все это поменять. Два дня назад Тазабек Самбитбай, заместитель партии ОСДП, дал интервью Азатык и сказал, что Облязов ошибается, мы открытые партии, мы именно демократические, мы именно оппозиционные партии, что в наши ряды чем больше людей будет вступать, тем лучше, мы приветствуем. по смыслу он сказал, что двери партии открыты. Но я сказал, что на самом деле он лжет, что ОСДП везде препятствует вступлению наших граждан в партию, и обратился к нашим сторонникам, которые придерживаются наших взглядов по вступлению в ОСДП, чтобы они озвучивали факты, факты того, что на самом деле эта партия лжет и не заинтересована вступлении граждан в партию. И вот собственно сегодня я выставил видео, когда руководитель столичного филиала ОСДП вел себя по-хамски и зная, что его снимает, он не переживал. Он говорил, я вас буду рекомендовать, чтобы вас не приняли, а до этого говорил, что не примем вас в партию и так далее. Вы видите на самом деле, что происходит в ОСДП. Поэтому наша задача оказывать на них мощнейшее давление, показывать, что они лгут. Вот в частности Тазабеку я думаю, что нужно озадачиться. Он сказал, что мы принимаем всех, кто поддерживает ОСДП, что мы заинтересованы. Я выставил видео, когда одна женщина пришла в столичный филиал и ее буквально что называется вытолкнули из офиса ОСДП. Давайте Тазабек покажите, что вы действительно зампредседателя партии, что вы не лжете, покажите, что действительно эта партия развернута в сторону народа, покажите, что действительно ОСДП хочет победить на выборах, а не играет роль спарринг-партнера Нурсултана Назарбаева, выполняя роль проекта Косанов-2. Покажите. Уважаемые друзья, я сейчас хочу сказать следующее. На самом деле в ОСДП вступить несложно. Мы в эти дни распространим в социальных сетях информацию, как это нужно сделать, распространим стандартное заявление, которое необходимо подписать при вступлении в партию ОСДП. Необходимо заявить, что вы поддерживаете программные цели, задачи и устав собственно самой партии ОСДП. Мы опубликуем все телефоны филиалов, куда вам нужно обращаться. Также я хочу проинформировать вас, что внутри ОСДП есть так называемые первичные партийные организации ППО численностью где-то от трех человек. Так вот, они в соответствии с пунктом устава 4.4 могут осуществлять прием в партию просто решением собрания первичной партийной организации на основе письменных заявлений гражданина. Это что означает? Это значит, что при приеме в партию у вас не могут требовать ссылки на ваш профиль в социальных сетях. Они при приеме могут потребовать только документ удостоверяющий вашу личность. Я обращаюсь еще раз с призывом публиковать видео, фотографии, которые подтверждают факт препятствования со стороны руководителей филиалов ОСДП, препятствования вступления. Давайте мы просто будем со всех сторон оказывать давление, обнажать реальную суть этой партии, показывать, где правда и очень важно следующее. Многие из вас наверное сильно будут огорчаться, что ОСДП принимает ваше заявление, но в реальности вас туда не принимают. Не огорчайтесь. Почему? Потому что главное ваше право прийти и проголосовать 10 января за партию ОСДП никто у вас не отнимет. если руководство так называемое функционеры если быть точным ОСДП не примет от вас заявление ничего страшного вы можете быть активным сторонником ОСДП до 10 декабря вы можете проводить следующую работу приглашать вступать в ОСДП ваших знакомых друзей просто приглашать и это не агитация на выборах потому что агитация на выборы будет только 10 декабря начинается до 10 декабря вы призываете людей вступать в ОСДП и нам важно добиться большого количества желающих вступить в ОСДП чтобы мы убедились что ОСДП лежит под властью и выполняет их указания и второе эти миллионы завтра просто принесут свои бюллетени приголосуют за ОСДП таким образом мы отберем голоса именно у партии Нур-Отан принудив фактически организовать тотальные и массовые фальсификации международные наблюдатели это зафиксируют это приведет к тому что выборы будут объявлены нелегитимными ну и от нашей активности будут зависеть следующие обстоятельства будут ли применены международные санкции против политической верхушки в частности против Нур-Султана Назарбаева который является председателем партии Нур-Отан это от нашей активности зависит если мы будем активными как белорусы безусловно будут мощные международные санкции против всей политической верхушки и мы должны знать что у нашей политической верхушки в частности у Назарбаева и его приближенных значительная часть капитала размещена именно на западе западных рынках и они находятся в опасной ситуации когда пойдут международные санкции они все свои активы могут потерять и они могут быть заморожены вы знаете что их дети учатся за рубежом они имеют там дома получают высокое образование именно там там же они лечатся и пример России показывает когда были международные санкции против России их верхушка не могла получить лечение за рубежом их счета были арестованы многомиллиардные счета были арестованы их имущество было арестовано они не имели возможности даже там лечиться в Европе и в Америке а там качественные медицинские услуги вот представьте себе что это политическая верхушка всего этого может лишиться и она может лишиться если мы будем активными если мы поймем что судьба нашей страны судьба нас всех в наших руках а для этого нужно быть просто активными активными хотя бы в день выборов проголосовать 10 января и бросить бюллетень в урну а затем выйти на митинг именно 10 января потому что 10 января миллионы пойдут к избирательным участкам и из них безусловно какая-то часть будет способна выйти на активный протест вот собственно я сегодня хотел бы опровергнуть утверждение Токаева о том что якобы революции приводит территориальным потерям на самом деле территориальные потери происходят в авторитарных странах в результате плохого управления предательской политики против своего народа сегодня Токаев пообещал что якобы военным будет поднята зарплата я хочу напомнить что именно демократических странах зарплата военных очень высокая от нескольких тысяч до 10 тысяч долларов в месяц это зарплата в Соединенных Штатах Америки и Европы и во всех ведущих европейских странах а что же получает в виде заработной платы наши военные они получают 150-200 тысяч деньги у них нет жилья это несчастные люди не способны защитить свои собственные права и конечно же они не способны защитить нашу страну от любой интервенции ну и затем когда гигантские богатства расхищаются и вместо того чтобы эти деньги направить внутрь страны решать какие-то социальные проблемы в том числе добиться того чтобы вооруженные силы были боеспособными и сильными необходимы серьезные средства платить достойную заработную плату военным нужно платить деньги и оплачивать различные контракты покупать современные самолеты танки система система защиты воздушного пространства всего этого у нас толком нет потому что мы имеем богатую страну богатую политическую верхушку и нищие вооруженные силы все что сделают им поднимут на 10-15 процентов но это разве можно сравнить с тем что мы как демократический выбор Казахстана заявляем заявляем какие будут заработные платы когда армия будет переведена на контрактную систему когда вооруженные силы будут усилены именно специалистами простой рядовой контрактник стартовая зарплата будет начинаться от тысячи долларов лейтенант 2000 долларов высший командный состав от 3 до 5 тысяч долларов это политическая верхушка никогда этого не обеспечит более того они не инвестируют в современные технологии военные они напираются на дружеские отношения с ведущими странами мира как Соединенные Штаты Америки и Европа нынешняя политическая верхушка в союзе с Путиным который ведет агрессивную политику устраивает непрерывно везде войны и поэтому когда мы говорим что нужно делать как нужно защитить нашу страну добиться территориальной целостности выход один построить демократическую страну когда будут защищены права всех граждан и граждан будут заинтересованы защищать страну потому что в этой стране им живется хорошо страны в этой стране люди будут жить достойно жизни бюджет нашей страны увеличится в несколько раз и мы будем способны действительно построить сильную боеспособную армию современными технологиями именно сильные вооруженные силы вооруженные силы могут быть только сильными демократических странах как вы знаете номер один в мире это Соединенные Штаты Америки следом идет вся Европа вот там где сила там где справедливость там и сила поэтому уважаемые друзья вы должны осознавать что все что говорит мебель Назарбаева Такаев это ложь именно находясь в этой авторитарной системе мы постоянно подвергаемся угрозам раздела современного Казахстана со стороны двух авторитарных государств как России так и Китая но я считаю Китай в меньшей степени угроза именно агрессивный Путин который все время устраивает войны провоцирует именно он является опасностью для нашей страны именно он а когда Россия станет демократической у нас таких проблем не будет в этой связи уважаемые друзья я еще раз призываю вас массово вступать в партию СДП 10 января прийти и проголосовать за эту партию отобрать голоса у партии Нуратан у Назарбаева построить современную сильную демократическую страну и тогда никто не будет угрожать территориальной целостности нашей страны граждане будут жить достойной богатой жизнью мы построим сильную современную армию мы будем иметь дружеские отношения со всеми государствами потому что наше государство будет богато и сильное и нам не нужно будет ни с кем вступать ни в какие военные столкновения еще раз вступаем в партию в ОСДП 10 января идем на выборы и голосуем за ОСДП отбираем голоса у Нуратана строим парламентскую республику Алгаказа Казахстан на выборы на выборы и голосуем